Перед занятиями полноценный обед. В воскресной школе из Лучинска день начинается с трапезы. Сегодня в меню гречка с жареной рыбой, овощной салат с кукурузой и чай с лимоном и чабрецом. Готовит обед Юлия Рыбак, педагог воскресной школы. Важно, говорит девушка, чтобы блюда были не только вкусные и сытные, но и простые в приготовлении. Гречка у нас приготовлена очень по простому рецепту. Мы сделали небольшую пережарку, лук с морковкой. И в маслице добавили на противень. Залили гречку перебранную. И она у нас за счет того, что минут 30 потомилась в духовке, получается очень рассыпчатая. Очень вкусная. Она такая не переваренная. И вот как будто бы даже вкусом отличается, когда в духовке нам нравится больше. Пока гречка настаивается, рядом на плите уже вовсю жарится рыба, филе ментая в муке. По несколько минут с каждой стороны в небольшом количестве растительного масла. После готовая рыба отправляется в форму для запекания. Там с овощами и небольшим количеством воды она будет томиться в духовке, пока не протушится и не покроется ароматной хрустящей корочкой. Рыбу во время Великого поста можно вкушать всего дважды. Один из таких дней – Благовещение Пресвятой Богородицы. Но это для тех, кто строго или, как говорится, по-монастырски соблюдает пост. Для детей, стариков или беременных женщин, а также для тех, у кого есть проблемы со здоровьем или другие причины, есть послабление. Я много знаю про виду, что нельзя есть в посту. Ну, нельзя есть молочку, мясо. Вот на овощах и фруктах больше всего сидят люди. И у меня мама сидела на посту, но она мне сказала, что это было очень тяжело. Я во время поста стараюсь кушать меньше сладкого, поменьше рыжего, жареное. Молочку, ну я очень сильно молочку люблю, поэтому иногда пью молочку. Пока работа на кухне кипит, ученики воскресной школы уже здесь. Одни помогают на кухне, другие накрывают на стол. Третьи с нетерпением ждут, когда блюда будут готовы. Здесь все как в большой семье. Работают слаженно и дружно, под руководством взрослых. Это не только сближает, но и учит работать в команде, осваивать навыки приготовления блюд. Часто здесь готовят и вместе. Вот и наш салатик. Он сейчас постоит, пропитается лимонным соком. Он свежий, сытный, легкий, но при этом ребятня вот сейчас, пока они у нас пришли, многие пришли со службы, голодные. Ну вот гарнир, салатик, пару кусочков рыбы будет достаточно для того, чтобы отучиться, порепетировать. Еще чай попьем с лимоном, с чабрецом. Перед обедом молитва. Читают ученики и педагоги «Отче наш». Только после того, как молитва прочитана, можно садиться за стол. Кому не хватило основной порции, может взять добавки. Кто-то решил ограничиться только гарниром и салатом, кто-то может вовсе отказаться от обеда. Но таких ребят сегодня не нашлось. После учеников ждут занятия и репетиции, где педагоги рассказывают подробно, в том числе и о смысле Великого поста. Когда идет пост, нельзя ругаться с другими людьми. И если тебе что-то делали плохое, то ты не должен делать это в ответ. Нельзя кушать еду, например, как мясо. А еще надо ходить почаще в храм и исповедоваться. Самое главное – это не есть мясо и молочное, потому что Бог ходил много дней в пустыне и не ел и не пил. Молиться, исповедоваться, уделять время духовности и добрым мыслям – в этом главный смысл Великого поста. А пост телесный лишь дополняет его. В этом году Великий пост начался 18 марта и продлится до 5 мая. Именно тогда православные христиане отметят праздник Светлой Пасхи и после богослужения встретятся с родными и близкими за праздничным столом. Алена Новик, Александр Новик. Телевидение Нижневартовского района. Из Лучинск. Специально для Югра-24.